друзья приветствую на связи денис в этом видео поговорить с вами про результаты прайм-листа на проект angel на бирже хобби он уже прошел токен уже торгуются мы здесь уже заработали лично я заработал более 100 долларов есть ребята которые заработали более чем 1000 долларов и буквально вот так вот за пару часов своего времени очень интересно есть свои нюансы прайм-лист на хобби однозначно отличается от других лаунчпадов а и и тому подобное других биржах об этом тоже поговорим поэтому усаживайтесь кому интересно а мы с вами начинаем итак начнем мы наверное с того что как всегда все опубликую в своем ю тубе и телеграме и даже вот сейчас зайдя на мой youtube вы можете найти вот такой вот видеоролик который называется новый прайм-лист газ фива инжене бирже хобби где рассказывал как именно принимать счастье в этом прайм-листе что для этого нужно какие здесь есть аллокации какие здесь есть возможность начальная цена токена и тому подобное и по большому счету для тех кто не в теме буквально в двух словах здесь у нас было два варианта как можно было принять счастье первый вариант это рандомный вариант и второй вариант это гарантированный вариант и в этой видеоролике я покажу результаты как раз и рандомного варианта сколько с рандома можно было заработать и сколько можно было заработать с гарантированного варианта с гарантированной аллокации непосредственно как это делая смотрите у нас рандомный вариант был на 50 долларов то есть это вот рандомно вам могла прилететь аллокация на 50 баксов у нас были такие ребята в чате в нашем telegram канале если не подписаны telegram начат обязательно залетайте подписывайтесь общайтесь там реально есть хорошие адекватные ребята которые могут поделиться своим опытом и знаниями понятное дело не всегда но есть там хорошие ребята сто процентов я их тоже достаточно часто вижу и так вот я сделал пост о том что мне дали аллокацию всего лишь на 22.47 токенов ng почему так мало но давайте сначала про себя расскажу да а потом расскажу непосредственно уже про рандомную локацию смотрите значит я участвовал непосредственно вот здесь вот и я участвовал распределение гарантированной аллокации на 50 долларов то есть максимальную аллокацию которую я мог получить это 50 долларов но у меня было такое условие что гарантированно что-то получил но не факт что на 50 долларов потому что это зависит непосредственно от всех людей которые вот как раз фиксировали свои хобби токены для того чтобы это получить мне необходимо было зафиксировать на пару дней минимум 300 своих обе токена я это сделал я это зафиксировал и в результате мне дали аллокацию максимально можно было на 50 долларов еще раз говорю мне дали аллокацию зависимости с распределением всех других участников всего лишь на 3 доллара 25 центов то есть аллокация была действительно маленькая очень очень мизерная мог я там получите на 10 долларов и на 20 на 50 получил только на 3 вот на 3 доллара и по факту все я инвестировал 3 доллара то есть 300 хобби токен с меня никто не забирал абсолютно есть ничего не потерял с меня забрали именно в тезере в из детей 3 доллара 25 центов вот так на эти 3 доллара я купил соответственно по начальной стоимости этого токена это 0.145 доллара за один токен мне дали вот купить 22.47 токена energy вот так вот у меня получилось дальше этот токен стал торговаться здесь отдельная история о том как он стал торговаться зависеть и все это происходило здесь есть огромную особенностью бирже хобби непосредственно вот на таких начальных листингах сейчас мы об этом поговорим в общем токен стал торговаться я его продал в лесенкой не лестник в два ордера не сильно большая лестница но все-таки двумя артерами его продал первый ордер вот 1147 токенов и 2 ордер 11 только первый ордер у меня был по цене 4 доллара 2 по цене 6 долларов точнее наоборот ну не суть в общем средняя стоимость средняя цена продажи у меня лично получилось 5 долларов продал я свои вот эти 22 47 токенов и за все это чудо выручил 111 долларов 89 центов отнял соответственно 325 который я инвестировал и плюс там еще 20-30 центов на комиссии но это такое в общем у меня получилось сухом остатке 108 долларов чистыми пускай будет даже плюс 100 долларов вот такой результат получился именно у меня еще раз говорю что у меня была гарантирована локация и для того чтобы все это получить мне нужно было холдить 300 хобби токена сколько это в долларом эквиваленте кому интересно то непосредственно вот на момент всего этого холда хобби токен торговался где-то в пределе 10 долларов соответственно это вот где-то 3000 долларов нужно было зафиксировать не инвестировать это очень важно инвестировать только 3 доллара но зафиксировать нужно было 3000 долларов непосредственно получить такую луку ну и результате вот профита чистого получилось у меня плюс 100 долларов теперь давайте расскажу как здесь можно было заработать больше чем 1000 долларов и даже больше чем полторы тысячи долларов при этом не имея никаких трех тысяч долларов не фиксируйте деньги и покупание какие хобби токены тоже очень просто было это сделать у нас есть ребята в которых это получилось и вот здесь же можно открыть комментарий или что первый человек пишет что у него получилось плюс 1450 долларов реально красавчик от души тебя поздравляю я уверен есть еще пару других ребят потому что здесь вот они также отписывали что им прилетела локация непосредственно его теперь давайте разбираться почему же у них получилось больше несмотря на то что они вообще никакие хобби токены в жизни возможно не видели не покупали и ничего как бы не фиксировали смотрите они и дело в том выиграли вот в этом рандоме а если вы выиграете в рандоме то здесь по условиям вы получали аллокацию на 50 долларов просто вот на 50 баксов вам давали аллоку по той самой цене токена 0.145 долларов за один токен соответственно мне дали аллоку всего лишь на 3 доллара а здесь была аллока на 50 долларов вот в принципе вся разница но условия у меня этого локация была гарантирована хоть какая-то но гарантированно хоть что-то я получу а здесь рандом и действительно рандом был достаточно бешеным вот даже судя по нашему чату по нашей группе пост читает около 2000 человек и здесь отписалось что получили локацию если не ошибаюсь там где-то 3-4 человека то есть не так много но они есть они реально красавцы и какая ситуация вышла у них давайте вот посмотрим короче это скриншот им далее если не ошибаюсь 340 или 350 токенов где-то так вот есть скриншот красавчик 344 токена ему дали этому человеку ну всем кто получил надо мной локации теперь метод примитивной математики я лично мне удалось продать по средней цене 5 долларов берем 5 долларов умножаем на 344 токена получаем 1720 долларов и минус 50 долларов которые они инвестировали 1600 полторы тысячи долларов просто это было легко сделал это еще в принципе возможно не все сделали потому что здесь был нюанс по листингу сейчас мы его разберем но я думаю больше чем 1000 долларов с аллокацией 50 баксов можно было очень легко сделать если бы вы подождали пять минут после начала листинга теперь возвращаемся переходим непосредственно саму биржу хобби переходим на их торговый терминал это только на сейчас торгуется по 37 доллара пик у него был 65 но первая свечка у нас в течение первых пяти минут буквально застряла на отметке 1 доллар 45 центов и дальше не двигалась я даже снимал об этом видеоролик я наверное вы сейчас его как раз продемонстрирую покажу это видео и вы можете наблюдать что во первых у нас нету здесь такая на продажу были какие-то глюки непонятны только был стакан на покупку а во вторых у нас цена просто вот остановилась на один доллар 45 центов почему так дело в том что у биржи хобби есть свои так сказать правила не гласные ли главную как гласные они об этом говорят они об этом пишут и кто внимательно читает и кто внимательно слушает мои видеоролики те ребята тоже об этом знают так вот эти правила заключается в том что когда у нас идет вот такой листинг токена то есть два главных нюанса первый главный нюанс что в течение первых пяти минут мы не можем торговать по маркету мы можем только брать ордера со стакана или же сами кидать свой ордер в стакан то есть мы можем торговать только лимитными ордерами в течение первых пяти минут после листинга токена это первый нюанс и второй тоже очень главный нюанс это что в течение первых пяти минут мы не можем продать вот эти вот новые токены более чем в 10 раз дороже от цены покупки соответственно у нас цена покупки в данном случае было вот у нас даже отбил хобби 0.145 центов x10 максимум что можно было продать за первые пять минут это у нас и получилось 145 доллара вот принципе все после того как прошли первые пять минут все уже отлично нам открывается цена по маркету если не ошибаюсь по моему можно бить по маркету на торговал лимитками и самое главное здесь уже нету хая то есть как правило мы летим выше так у нас и получилось после первых пяти минут вот мы видим было удержание и мы полетели вверх и у нас был пик на шести с половиной долларов я первую лимитку закрыл на 6 долларов 2 лимитка закрыл на четырех долларов вот средняя стоимость 5 баксов не получилось падать поэтому друзья вот такая вот информация кому был полезен ставьте лайк этому видеоролику сами как всегда был denis всем пока пока зарабатывайте